Девушки отдыхают И кого вы помните или, может быть, знали лично? Егоров Федосов Севолоп Маркович, моя бабушка Вера Евгеньевна Арманд. Вот по этой линии я, собственно, являюсь потомком. У Веры Евгеньевны Арманд было еще 11 братьев и сестер. И это, значит, 12-ти частная, так сказать, команда предков. Она и дала огромное количество потомков до сегодняшнего дня. Поэтому мы, в общем, стараемся как-то общаться между собой и поддерживать отношения. Вот даже есть, существует выставка, посвященная и этим предкам, и предкам других французских семей в Москве. А скажите, пожалуйста, вот ваше отношение к музею, а какие вы сюда принесли свои реликвии, артефакты? То есть, что вы принесли в Бунзе? Значит, история началась, как вы помните, в 91-м году, когда изменилось государственное устройство у нас в стране. Фактически произошла некоторым родом революция. И появились возможности, значит, общаться с людьми, потомками других семей. И вот, значит, постепенно расширялось это взаимодействие. Происходили частные встречи, потом эти встречи расширялись. И очень памятная была встреча в бывшем купеческом клубе, это театр Ленкома, был построен специально для купцов, по-моему, в 906-м году. И в этом, значит, в малом зале этого, значит, театра современного, 21 год тому назад мы встретились. Вот. И, значит, первые выкладки фотографий были. Мы разложили их там, нет, на столах. Несколько человек принесли, я в том числе. И там меня, кстати, друг с другом знакомил Лев Николаевич. Очень интересное знакомство у нас произошло с одной из тоже потомков французских семей. Вот это, я считаю, начало. А потом, позже, появился музей, в котором мы, естественно, принесли многое из того, что имелись наиболее ценно. Ну, поскольку я веду речь о потомках французских семей, я принесли сюда и портреты, и фотографии, и некоторые подлинные документы. Они там, здесь вот в зале они представлены, там экспозиция, есть отдельная по семье Арманд. Значит, там схемы есть, там есть документы из частного семейного театра с участием наших предков. Очень интеграторов в семье был. В семье интеграторов? Поскольку Арманды были фабриканты, они имели две текстильные фабрики в селе Пушкино, в Москве. У них были, естественно, деньги и возможности организовать, так сказать, все это. И развлечений там особых не было, вы сами понимаете. А интересные люди очень приходили в семью. Поскольку там было шесть дочерей и шесть сыновей, то, соответственно, замужество дочерей происходило тоже с интересными людьми. Там другой национальности, немецкие, там шведские, польские представители. Ну и я выяснил, например, что мой дед, моя бабушка очень активно участвовала в этих спектаклях, а мой дед был вообще заедлым театралом. А вы скажите, есть в Москве театр на французском языке. Он сейчас открывает 73 сезон, там тоже дама француженка этим руководит. Нет, я с ними никак не связан. Никак, да? Просто думал, вдруг из семейного театра? Нет, 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 нет. Просто я могу сказать, почему даже, что у нас потомки, но почти никто не владеет французским языком. Да вы что? Да. Какая прежде? Потомки, предки-то владели нескими языками. Основные это были французский и немецкий язык. Я только что пять дней назад из Ниццы прилетел. Там у нас была выставка наша. А что за выставка? Это было потомков французских семей в Москве за 250 лет. В том числе. Там еще были представители потомков российских предпринимателей. Но наши арманды тоже являются такими, поскольку они были полноценные граждане России, начиная там с начала 19 века. Поэтому, так сказать, они тоже входят в этот состав. Но, помимо этого, есть отдельная выставка передвижная, которая, значит, я, так сказать, демонстрирую. Мы ездим по городам Подмосковья, не по Москве, а по картинным галереям, библиотекам и так далее. Интересно. Тем более сейчас, год двухсотлетия Бородинской битвы, многие наши представители, экспоненты, вернее, наших выставки, они приехали, так же как и Арманды, до Наполеона в Россию. Да, вы тогда упоминали про это. Да, мы покладились за то, что они были французами в 12-м году. Их выслал Ростопчин. На полтора года они сидели там где-то в заключении, в районе Нижнего Новгорода. А вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот какая польза современной России от деятельности ваших предков? Ну что, я хочу сказать, что Екатерина II, прежде всего наша императрица, когда вступила на престол в 1762 году, она в этом же году издала указ с призывом к иностранцам, в основном Европы, приезжать в Россию, и она обеспечит им все условия хорошего существования. Во-первых, любая конфессия может быть открыта, любая церковь может быть построена. Налоги на 10 лет избавляются от налогов. Те, кто приезжают в сельскую местность, они получают землю бесплатно. Таможенные пошлины при перевозке товаров из-за границы в Россию. Естественно, нашлись такие люди, в том числе и вот наши Арманды, они бежали от революции французской 1789 года. А до этого приехали там некоторые семьи. Готье, например, очень известная семья, да? Там, Дель Сали, ну и так далее. Там еще можно найти много. Значит, поэтому они до пришествия Наполеона, когда после революции тоже большое бегство было из Франции, как понимаете, там рубили головы, изобретенные имиджи Герлузии. Затем началась война 1913 года. Ну, по моим подсчетам, 60 тысяч пленных французской армии остались в России. Из 130 тысяч пленных 60 тысяч примерно остались в России. Были расселены по волжским городам, в том числе Нижний Новгород, Самара, Саратов и так далее. И начали принести в пользу. Они, да, они насели в Петербурге, но в основном в Москве, я считаю, что больше всего. И деятельность, она была, ну что, они же должны были жить, существовать. Наверное, торговали. Да. У Армандов были магазины в районе Кузнецкого моста. Известно, по-моему, Сашка. Там упоминается. Была мадам Арманд. Там другие, да. Ну, упоминания. А в чем в основном торговали? Модными товарами из Франции. Из Европы. Так назывались. Когда их высылали в 812 году, есть список высланных. 40 человек. Среди них два моих будущих родственника. Первые Арманды, первые де Монси, две фамилии. У нас объединились в России и создали, так сказать, вот семейный клан, которые самые многочисленные. Они приехали в одно время примерно, но занимались, значит, Арманды и де Монси занимались торговлей в магазинах. У де Монси было еще ателье модное. Куда в 820 году по вызову торгового дома де Монси приехала Полина Геббель. Это одна из декабристок, которая заранее у кого вышла замуж. В ссылке уже. Есть фильм. Был в свое время. Звезда принятного счастья. Там эту историю расскажут. Вот. Такие, значит, де Монси и Арман. Занимались магазинами. Затем в 1940 году появился первый заводик химический в Москве, который изготавливал, значит, компоненты для обработки тканей. Улучшение там, определение... Но все равно это модная индустрия. Ну, нет. Это и химическое производство. Это такое, знаете, не модное, а тяжелое давать. В Москве на старой, на новом основе. И в 1853 году первый арман, Евгений Иванович, значит, самый такой энергичный. Он, значит, купил у француза же Фалара Пушкина текстильную фабрику. Он ее модернизировал, там перестроил, построил каменные здания, накупил станков. И эта фабрика была первая, одна из самых таких значимых в Москвуской губернии. Вот. Да, деятельность серьезная. Да, значит, учесть, что сухонные ткани выпускались, а армия делала заказы огромные. И они, значит, красильное производство у них очень мощное было. Соседние фабрики текстильные в московской губернии давали им заказы, чтобы окрасить ту ткань, которую они сделали, или там нитки, накрасить в арман. Поэтому, значит, там, ну, значит, на экспозиции, значит, в нашей зале, там видно, что они добились, в общем, значительных успехов. Они ездили на выставки международные и российские, получали награды. Трижды они получили право, значит, размещения двуглавого орла, герба, то есть, российского, самый высший знак качества это считался. Вот они три раза получали. На международных выставках, в том числе, золотые медали. Потому что они приносили большую пользу, я считаю. Да, с бизнес-деятельностью понятно, да, действительно. А вот по части меценатства, благотворительности по поводу сохранения культурного настроения? они были, значит, во-первых, они, естественно, участвовали во всех общественных мероприятиях и организациях. Участвовали? Участвовали финансово, естественно. Помогали там приютам в Москве. Затем, значит, очень интересно, я нашел материалы 1892 года, когда было шествие из Москвы в Троице Сергею Лавру, связанное с 500-летием значит, Сергея Святого Сергея Ратонежского. И как раз значит, прошествие проходило через село Пушкино, поскольку старый тракт, ведущий туда. И они организовали там, значит, все, и кормление всех этих, их там десятки тысяч было, примерно 60 тысяч, примерно, людей, которые шли с остановками, в Пушкино была остановка, там всякие были, трактили, все были закупленные Армандом и все бесплатно, давали им чай, там и мелкие обещания. Красивая фамилия Арманд. Да. Вот, так что это, это вот такая начальная часть. А самая, ну, наиболее яркая, пожалуй, это 1898 год, когда профессор Цветаев Иван Владимирович приехал в село Пушкино к Армандо сказал, давайте, уважаемые господа, надо все-таки построить нам музей изящных искусств, тот самый, который сейчас имени Пушкина почему-то называется, вот, и поэтому давайте поделитесь там своими капиталами. Поделились? Поделились. Есть описание, я нашел в свое время дневник Святаева, мне это предоставили, возможность, там выписка была, такая интересная, ну вот, и, значит, они подеслали 30 тысяч рублей серебром Цветаеву и потом, значит, впоследствии в 1912 году в мае, сейчас 2012 мае, да? То есть 200 лет. А, 100 лет. Будет музей отмечать в начале июня, отмечать эту годовщину. Значит, был построен зал и обозначен во всех путеводителях того времени зал построен на средства братья Фарбанта. А скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, от ваших таких великих предков вы что-то унаследовали, либо вот предпринимательскую жилку, либо вот по меценатской части, вот что вам перешло, чем вы занимались, занимаетесь? Я в основном работал в советское время, застал новое на самом начале, я уже давно пенсионер, поэтому я предпринимательством не занимаюсь, конечно, а занимался активно, но я инженер, механик, занимался проектированием заводов крупных, всю жизнь, 40 лет проработал в научно-исследовательском институте в этой тематике, вот, так сказать, постоянства, во-первых, которое было у Армандов, качества, затем, ну, конечно, я, так сказать, благословно отношусь к умным и порядочным людям, я к ним отношусь, не я, но к ним отношусь. Чувство юмора, видимо, тоже унаследовали. Поэтому, значит, ну, вот эти качества, ну, конечно, семьи, у своей люблю очень. А большая семья? Эту традицию наследовали? Ночка и дела, внук и внучка. Вот с внучкой в прошлом году ездил тоже во Францию, я специально ее взял, чтобы спокойно уйти в эту атмосферу. То есть старайтесь, да, передавать? Стараюсь, стараюсь. Передавать? Вот это вот желание, значит, передавать, историю раскрывать, ее же не было, ее раскрывать надо было. И показывать, я издал несколько книг на эту тему. Интересно. Французских потом. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно. Ну, ты очень короткая, конечно. Редактор субтитров А.Семкин